Та компания в СМИ, которая разворачивается против нашего кандидата, показывает, нас боятся. Только что пришла информация из нескольких регионов Сибири, что информационный бюллетень, выпущенный газетой «Правда», пытаются запретить, арестовать, ссылаясь на какие-то формальные поводы. Но, господа, забыли, что на дворе не 96-й и не 2003-й, когда против нас вели мощнейшие информационные кампании, пытаясь только через телевидение, которое доминировало тогда на информационном поле, дать нужную точку зрения власти. Сейчас люди понимают, что в стране назрели изменения. Сейчас люди понимают, что тот социально-экономический курс, который проводится в стране, он не соответствует чаяниям людей. Население понимает, что у нас есть другая возможность, альтернатива, и все больше людей через интернет. Миллионные просмотры роликов с Павлом Николаевичем, его интервью, его заявлений, миллионы просмотров реальной деятельности его народного предприятия. Федеральные СМИ замалчивают о вас и вашей программе. Ну, очень просто. Они не ожидали такого эффекта. Во-первых, действительно, моя кандидатура появилась для них неожиданно. Никакого согласования с администрацией президента и с Кремлем не было. И когда они вдруг, а у меня было три эфира на федеральных каналах, вдруг поняли, что рейтинг очень резко вдруг вырос, они закрыли нас. И они не показывают нашу программу. Показывают какие-то мнимые миллиарды, показывают какие-то, ну, скажем так, несоответствующие действительности факты. А вот о том, что предлагает объединенная команда КПРФ и национальных политических сил, о том, что предлагает кандидата трудения, они молчат. Почему? Потому что это страшные вещи. Для них страшно потерять друг контроль над ресурсами, что действительно все будет национализировано, я имею в виду стратегические отрасли. Для них страшно, что богатые начнут платить больше налогов, чем бедные. Они боятся, что кто-то поставит под контроль решение различных органов власти. А у нас там написано, что вообще большинство вопросов, особенно касающихся того же строительства, размещения, переименования, различных улиц и все, должно решаться на референдуме. Они боятся, что придет народная власть. Ваши действия в случае победы, а власть не отдадут. А куда она денется? Отдадут. Вы же все придете. Вы поймите, что я же представитель не какой-то группы олигархической, я представитель народа. Ну как они народу власть не отдадут? Вы подумайте сами. Ваш кабинет министров. Вы понимаете, во-первых, я могу сказать, что у нас вообще огромное количество людей, очень талантливые. И когда принимали решение о том, кого уже все-таки выдвинули в качестве кандидата президенты, у КПРФ, у Национального количества сил было много кандидатов. Вот я на сайте Левого фронта чуть-чуть обыграл Кюрию, ничего не было. Первым только Медилонов, а вторым я. Он говорит, ну так получилось. Значит, если вы возьмете КПРФ, то обнаружите, что там огромное количество людей, которые, на мой взгляд, не менее, а может быть даже и более достойны быть кандидатом в президенты. Но все эти люди специалисты в своих областях. И генерал Соболев, и Смолин Олег, и Юрий Вячеславович, и Новиков. Я могу перечислять, там больше 40 человек в этом списке, тех людей, которых по каждой, по своей отрасли, по каждому направлению, обладает огромными способностями и возможностями. И все мы являемся единой командой. Себестоимость из госпродукции Евросоюза больше 50% это госдотации. И тогда продукция становится дешевле. А если она дешевле, значит, в народе можно ее купить. Именно натуральная продукция, потому что тем, чем сейчас заполнены полки в магазинах, я это продовольствием не считаю. Если бы сейчас применить советские нормы ГОСТы на продукцию, полки бы опустили еще хуже, чем в Советском Союзе. И это является основой нашей программы, потому что надо дать возможность развиваться нашим предприятиям, сельскому хозяйству, легкой промышленности. Вы помните, что было 25 лет назад в Питере с рикотажем, с обувной промышленностью? Где это все? Это просто делали власти, разоряя эти предприятия и делая так, чтобы наша продукция была неконкурентоспособной. Но если мы начнем производить конкурентоспособную продукцию, мы наполним полки своими товарами высокого качества. Я сегодня убедился, еще раз вам скажу про Кировский завод. Я убедился в том, что наши ученые, наши ребята, которые работают в конструкторских бюрох, ничем не уступают, а даже превосходят иностранцев. Нам нужно только дать возможность развивать нашу промышленность и наше сельское хозяйство. И тогда полки заполнятся нашим натуральным продуктом. А вы знаете, что свежим считается в Германии то, что растет в 200-килогетровой зоне того, где произведено? Наша земляника, лучшая земляника, почему? Потому что ее вырастили и сразу продаем. Не везем никуда-то, не обрабатываем какие-то химикатами. Людям надо дать возможность купить наше натуральное продовольствие. Я знаю, как это сделать. Как вы восстановите отношения с Западом? Меня это, честно, особенно не беспокоит по одной простой причине. Вы давно знаете, я об этом говорю, что у России нет друзей, у России есть интересы. Но главное, Россия должна стать сильной индустриальной промышленной державой. Сильными в мире считаются. Со слабыми не считается никто. И поэтому, если вы начнете решать свои внутренние проблемы, если вернете богатство в страну или перестанете разворовывать собственное богатство, то в результате вы начнете производить много продукции, вы станете сильной индустриальной державой. Тогда вам не придется ходить к тому. И вы спрашиваете, а как вы считаете, нужно это сделать или не нужно? В Евросоюзе еще кого-то. Завроры. Совершенно правильно. Здесь мы проводим нашу встречу. Мы проводим нашу встречу на программе на Успене. Слава Николаевичу. Подарок Кирючевичу. Меня лично.